Таинственная и мистическая в ночь музеев в Иванове открылась выставка «Масонская комната». Дмитрий Геннадьевич Бурылин оставил после себя уникальную масонскую коллекцию. Львиная ее доля находится на хранении в Эрмитаже. Однако ивановцам тоже осталось кое-что интересное. Покупал масонские знаки и символы всюду. Ему писали антиквары, он обменивался с коллекционерами. И часть из этой, совершенно маленькую часть из того, что было у Дмитрия Геннадьевича, нам все-таки удалось здесь показать. Первая масонская ложа появляется в Англии в 1717 году. И уже затем это явление распространяется по всему миру. На выставке представлен костюм мастера английской масонской ложи начала 20 века. А точнее характерные для него атрибуты. Здесь представлен воротник, плечевая лента, запон или масонский символический фартук. И представлены также награды за благотворительность. В центре зала бюст императора Александра Первого. Известно, что государь благоволил масонству и, вероятно, сам был членом масонской ложи. Именно при Александре Первом в России масонство набирает обороты. Иваново-Вознесенск позднее тоже не остается в стороне. В одной из монографий, посвященной масонству России, упоминается, что в Иваново-Вознесенске якобы существовала масонская ложа. И якобы она собиралась в доме Куваевых. Известно, что Куваевы и Бурылины были родственниками по брату Дмитрия Геннадьевича, по Николаю Геннадьевичу. Был ли масоном Дмитрий Геннадьевич Бурылин, можно только догадываться. Никаких документальных подтверждений или опровержений этого факта нет. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.